Доброе время суток, друзья! 29 августа. Постол и Рамирос. Думал, никого не интересует этот поединок. Оказывается, ребята интересует. Почему не интересует? Ну, потому что говорить о бое, который как бы, ну, очень предсказуем, да? Ну, казалось бы, не очень интересно выискивать вот эти причины. Конечно, Виктор Постол проиграет, но, но, ребята, знаете, что я подумал? Вопрос, как он проиграет? Вот в этом вопрос. Если Постол проиграет не нокаутом, не досрочно, это для него, я считаю, уже будет как бы большой плюс. Да, и до такой степени большой, что, ну, можно будет ему дальше боксировать. Ну, это уже его, конечно, дела, ребята. Что там, как? Но все равно человек, несмотря ни на что, несмотря на то, что проигрывает какие-то поединки, все равно он наверху, все равно он на виду, все равно он бьется и с Кроуфордами, и там еще с кем-то, с такими серьезными боксерами. И проигрывает, ребята, не... Ну, да, как бы, хотел сказать, не в одни ворота. Ну, не настолько в одни ворота, чтобы можно было в чем-то его упрекнуть. Вот, допустим, как этот Хорнс Дзю, да, когда, ну, как бы, совсем был не тот Хорн, а, можно сказать, да, проиграл, но проиграл достойным, проиграл серьезному оппоненту. И восхититься, как мы это делали, восхищаться его стойкостью, восхищаться его умению довести бой до, ну, до решения, да, как бы, до судейского решения. Но все равно что-то мы попытаемся с вами интересное изыскать из этого поединка. Но для этого мы технику бокса вспомним. Рамирес, это боец, который не очень хорош мексиканец на дистанции, но хорош, когда, ну, как все мексиканцы, ребята, крепкоголовый парень, который хорош в размине, хорош на близней дистанции, хорош функционально. Все вот эти моменты профессионального бокса, которые есть именно у тех бойцов, которые наверху, которые могут, ну, даже не только удивить, а могут, 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 ну, быть чемпионами, могут быть лучшими. Но есть вот эти недостатки, допустим, дистанционная работа, да, у мексиканцев, как бы она, ну, не очень. Все через пропуски, все через функционалку, вот это. Если мы возьмем, ребята, и сравним постулы с хукером, то мы увидим, что хукер моложе, размах рук длиннее, 203 сантиметра. Но и хукер мог бы, если правильно подошел к бою, если бы не зарубался, но хукер может и как бы зарубиться. Не зарубался, он бы не устал и мог бы подготовиться и на дистанции по очкам. Не говорю, что он как-то нокаутом, конечно. Решением судей как-то забрать поединок, если бы грамотно подошел. А он что, начал, помним, прекрасно вставал, оставался у канатов, это первое. Второе, пытался разменяться с мексиканцем. Это две большие ошибки, друзья, которые, ну, которые сделали так, что исход боя был нокаутом. Далее, постул. Размах рук короче, на дистанции будет труднее. Это раз. Возраст, возраст 36 лет, да, под 40 практически. Поэтому все равно будет допускать приближение Рамиреса. Если, ребята, вот мексиканцы, они такие бойцы, вот если будет что-то получаться на дистанции, он даже и не будет заходить за ближнюю дистанцию, не будет там что-то размениваться, будет перебивать и забивать за счет функционалки дистанционно, дальняя-средняя дистанция. Размах рук практически, ребята, с постулом одинаковый. Рост практически одинаковый. Ну, там 3-2 сантиметра они, ну, роли не играют, ребята, конечно. В чем интрига? В чем, ну, как интрига? В чем суть разговора? Ребята, вот этот боец, везение которого, или везение, или еще что-то. Вот лично я не могу объяснить, по какой причине. Посмотрите, бой с топовыми бойцами, с Тейлором, с Кроуфордом, да, проходил все раунды это раз. Во-вторых, всегда он где-то наверху, все равно он кого-то побеждает. Каких-то бойцов, за которыми мы как бы не следим. Вот последний бой выиграл по очкам, видите, с кем, что за боец, как бы, да. Да, и то же самое с Тейлором. Проиграл, как бы, решением, да, сравнить Тейлора и сравнить, не помню, вот этого последнего бойца. Потом еще Постол, посмотрите, тоже давно не помню, но вы знаете, кто, болельщики Постола, тоже с каким-то, не знаю, с азербайджанцем, не знаю, еще с кем-то, не помню. Тоже, как бы, Постола вытянули, там какой-то, где-то тоже бой на Украине был, вытянули Постола, ну, казалось бы, ну, с кем, того бойца уже и забыли, с кем его вытянули, и не слышно, не видно, раз Постол опять всплывает в каких-то топовых поединках. И показывает бои, глядя, которые мы никак не можем ни в чем Постола упрекнуть, потому что, ну, бойцы топовые, и проводит бой так, что некоторые раунды забирает, даже Тейлора там чуть ли не потряс, помните, прекрасно, ребят. Или судьба, или везение, потому что, ну, падают, он встает, как Ванька-Встанька, дальше, дальше что он, еще какие вещи там он показывает нам интересные, пытается даже забить, пытается разменяться, и в этом размене, вот голова открыта, в эту голову как-то не бьют, то промахиваются, хотя, ну, видно, что застаивается, видно, что, видно, что разменивается, и не уделять внимания защите, дальше, после того, как попадает в нокдаун, через там, через раунд какой-то, смотришь, по нему попадают удары, еще сильнее он эти удары держит, вот до того, ребята, интересный тип боксера, вот тип боксера, тип человека, какой-то неуклюжий, как бы, да, какой-то вот, даже вот, фигура даже не боксерская, вот просто вот такой какой-то неуклюжий, какой-то интересный, и делает интересные вещи, ребята. К чему я это все говорю? Говорю я, ребята, к тому, что интрига в этом бою в том, что продержится ли Виктор Постол все раунды, вот в чем интрига, ребят, именно вот этот боец, как Постол, казалось бы, подпускает близких соперников к себе, от Тейлора подпускал, там еще Кроуфорда подпускал, падал, вставал, подпустит мексиканца, если, если просто он выстоит этот бой, для него, ребята, это и для нас это будет удивительно, и для нас это будет, ну, просто прикольно, просто охеренно, ребят. Очередной раз нас удивит, друзья, и я хочу сказать, даже, то, что вот, если так будет, может кто-то удивится, но я нисколько не удивлюсь, если Постол проведет все раунды. По идее это нереально, ребята, вот по идее, вот почему, длина рук практически одинаковая, рост практически одинаковый, функционалка меньше, в размене хуже, но вот все против него, но вот именно такой боец, который все против него всегда, вот всегда все против него, и всегда он удивляет именно вот этими боями, которые мы потом вспоминаем и говорим, а вот Постол-то нихера себе провел-то все раунды, правильно? Постол-то возрастной, у Постола-то манера обыкновенная, а за счет чего он это делает? Вот какое-то везение. Иногда почему-то крепкая голова вот падает, потом она снова крепкая становится почему-то. И главный момент, друзья, это все мы как бы из, ну вот из этого, из области фантастики, вот это все, да, как бы голова крепкая, не крепкая, везет, не везет. Но главный момент в технике, допустим, вот он на дистанции, вот любительская манера, она у него хороша, неплоха как минимум, хороша. И плюс он ее как бы разбавил клинчеванием на ближней дистанции. То есть он начинает что-то плохо попаданием, он вовремя клинчует, и за счет вот этого клинча как бы парирует дальнейшее попадание по себе. Ну вот как Кличко, помните? Вот бьет, бьет, раз заклинчевал, бьет, бьет, раз какая-то проблема заклинчевал. Вот это у него есть. А так, друзья, ну какие там шансы? Конечно, руку на сердце положить, шансов минимум, минимум выдержать. Но если и выдержат все раунды, ребята, еще раз повторюсь, я не удивлюсь, потому что этот боец именно вот этим выдерживанием удивляет нас неоднократно. Ну что, будем смотреть? Все равно будем болеть. Ну а что нам делать, друзья? Все равно будем ждать, что он выдержит, что он удивит, что он как-то попадет, как-то получится. Потому что еще, повторюсь, вот лично для меня, Рамирос, он круче Тейлора, ребята, лучше Тейлора. Ну все, друзья, вот такой прогноз, не прогноз, ну мнение на бой, в принципе. Так, ну что там прогнозируете, друзья мои? Вы сами все прекрасно видите, знаете. Вы уже специалисты, не хуже, чем остальные. Удачи всем, подписывайтесь на лучший канал. Будем ждать, болеть и надеяться. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok